Вам всем, вот всем вместе, никого из вас, не исключая огромный респект, вы просто нереальные красавчики. Благодаря вам, можно сказать, эти санкции можно как-то пережить. Пожалуйста, скажите правду, если бы вас пытали в Чечне, вы бы под пытками или страхом быть убитым совершали бы те же преступления, которые совершают их прихвостные? Саламу алейкум, Тумсу, а ты знаком с каналом антитеррор Чараи? И они жестко договаривают на тебя, и тех, кто хочет шариата в Чечне, сами хотят демократию. Думаю, было бы хорошо провести с ними дискуссию. Во-первых, я бы хотел начать с высказывания просто нереального респекта всем тем, кто подписан на меня в Патреоне. То есть тот, кто оформил ежемесячную подписку и является моим стабильным донором. Вас человек 60, от 60 до 70, вот так вот варьируется это количество, и вы просто нереальные красавчики, потому что благодаря вам, можно сказать, все вот эти санкции, которые по российской такой традиции ударили по Воронежу, но здесь наоборот, Запад ввел их против России, но они ударили не только по сторонникам русского мира, но и по противникам тоже. И благодаря вот этой именно постоянной стабильной такой подписке в Патреоне, или же здесь, кто подписан в спонсорство, можно здесь тоже оформлять на Ютубе, или те, кто периодически также есть постоянные какие-то донаторы, которые, значит, либо сюда на Nation Alerts ежемесячно донатят, либо через какие-то другие площадки, там, крипта и так далее, вам всем, вот всем вместе, никого из вас не исключая, огромный респект, вы просто нереальные красавчики. Благодаря вам, можно сказать, эти санкции можно как-то пережить. Теперь вопрос такой был, можно ли тем, кто подписан на меня в Патреоне, задавать в Патреоне какие-то вопросы, которые можно будет озвучивать в эфире, и которые я буду отвечать. Конечно, можно, не только можно те, кто там озвучивать в эфире, но в Патреоне мы можем с вами как бы в личке общаться, я там вообще общаюсь со своими патронами, то есть там личными сообщениями можно обмениваться, поэтому какие-то вопросы, которые, может, вы не хотите, чтобы были озвучены в эфире, но хотели бы, допустим, задать вопрос, там, о чем-то узнать мнение, поинтересоваться нам, найти ответ и так далее, можно в личку. Если какие-то вопросы, которые вы не хотите, допустим, по каким-то причинам на Nation Alerts, или не можете, или, ну, не знаю, какие там еще могут быть причины, и если бы вы хотели написать их в Патреоне, чтобы я их озвучил и в эфире на них ответил, никаких проблем, конечно же, я это, иншаллах, сделаю. Пожалуйста, скажите правду, если бы вас пытали в Чечне, вы бы под пытками или страхом быть убитым совершали бы те же преступления, которые совершают их прихвосты? Александр Финский, я не могу тебе ответить на этот вопрос. Это только, когда тебя постигает подобное, только там ты можешь узнать, какой у тебя болевой порог, насколько ты в состоянии выдержать эти испытания, на что ты готов пойти, чтобы не испытывать эти боли, эти пытки. Поэтому я этого не знаю. Я не буду здесь завекаться, какие-то там вещи говорить или обещать. Никто не знает, только я никому не желаю оказаться в этой ситуации, испытанным подобным образом. Меня, к счастью, не пытали. Даже когда я был похищен, пытка меня подвергнут не было. Поэтому Аллах меня миловал. Быть может, потому что я, может, не в состоянии выдержать эти пытки. Понимаете, Аллах ведь не посылает тех испытаний человеку, которые он не в состоянии выдержать. И, может быть, Аллах не послал мне вот эти испытания, не позволил им меня пытать, потому что я бы их не выдержал. Может быть, поэтому. Не знаю. Тумзо. Не все газыровцы-тиктокеры. Например, Магомед Давудов с военным опытом, бывший баджаид, проводил операции с оружием в руках. Не стоит недооценивать врага. Ну, это он сам о себе, наверное, так рассуждает, что он получает. Если ты его спросишь, он где только не был. Но по факту нету ни одного свидетельства, чтобы он реально где-то воевал с оружием в руках. Да, он действительно какую-то помощь вначале оказывал. Возможно, продуктами или еще как-то. Но вот чтобы сказать, что какая-то военная операция, что он участник, ничего подобного, не знаю. Поэтому в большинстве... Это не значит, что там таких нет. Там есть. Среди них есть. Но на каких-то высоких позициях я таких не знаю. А вот все вот эти тиктокеры сегодняшние, это люди, которые сами о себе говорят, потому что никто больше о них не говорит. У них нет реального какого-то опыта. Думаю, что Путин и Эрдоган пытаются разделить мир. Почему Путина считают террористом, а Эрдогана нет? Если силовой метод неприемлем, почему Эрдоган... Почему Эрдоган... Почему дружба с Путиным не осуждается? Нельзя назвать отношения Эрдогана с Путиным дружбой. Это абсолютно не дружба. Дружба была у Буша с Путиным. Когда они вместе там на ранчо. Вот это вот дружба. Эрдоган является ключевым посредником в переговорах российско-украинских. Это очень важная роль. Если сегодня Турция сложит эти полномочия, скажет, все, мы не хотим, и моментально займут эту нишу другие. Это очень такая важная и ценная роль, которую хотят, имейте в виду, многие страны хотели бы быть сегодня на месте Турции. И выступать посредниками. Это очень ключевая роль. Благодаря Турции сегодня решаются многие вопросы продовольственного кризиса, каких-то иных тем. Поэтому это не дружба. Почему Путина называют, Эрдоган не называют? Потому что Эрдоган не нападал ни на какие страны. Турция, как вы знаете, другие страны оккупировать не пытается. Вообще она проводит такую, именно в международном смысле, такую очень грамотную и значимую политику. И нельзя не отметить, что Турция при Эрдогане стала вообще другой Турцией. В международном плане ее весовая категория очень сильно взлетела. она сейчас находится в топе таких мировых государств, с которыми нужно считаться, как минимум, в регионе, чьи интересы нужно учитывать. При любых вопросах сирийских сегодня нужно говорить с Турцией, потому что Турция имеет там свои интересы. Это очень такая серьезная в общем стала, серьезным государством стала Турция. В том, что я не идеализирую Эрдоган. Да я и не идеализирую. Турция со своей имперской позицией не отличается от России, также мучает Куртов, везде все одинаково, большой пытается ассимулировать маленького, выставить террористом. Я Эрдогана не идеализирую. К нему могут быть претензии, и у меня они тоже как бы есть. Но надо просто отдавать должное. То, что он является посредником, это хорошо. Если не он, то будет другой. По-любому кто-то должен посредничать. Иначе это тупик. И вот чтобы такие вопросы решались, как, например, вывоз украинского зерна, для этого нужен посредник. И Турция в данном случае это очень серьезный игрок, тем более, что находится в этом регионе, тем более, что Босфор с Дарданеллой, они под контролем Турции. То есть это во всех отношениях, это очень как бы логически понятно, что именно Турция сегодня является вот этим вот ключевым игроком в этих событиях. Вот. Саламу алейкум. Тумсо, ты знаком с каналом антитеррор Чараи. Они жестко договаривают на тебя, и тех, кто хочет шариата в Чечне, сами хотят демократию, думаю, было бы хорошо провести с ними дискуссию. Вау алейкум ассалям, ураам кла баракату, и япон, и вот, баракуллаху фикум, братья. Я не считаю нужным проводить какие-то эфиры с такими людьми, тем более, если вы сами говорите, что там идут оскорбления и так далее, то это не... Наоборот, вы знаете, там, где эфир или какое-то даже упоминание людей будет для них лишней рекламой, лучше этого, конечно же, не делать, если там есть какие-то пагубные именно явления, если мы не хотим, чтобы эти пагубные какие-то вещи становились, наоборот, популярными, чтобы люди начинали этими вопросами интересоваться, то самое лучшее, что можно сделать, это просто игнорировать. Да и честно вам скажу, нет на это времени, абсолютно нет на это времени, так как сейчас гораздо более такие важные глобальные процессы происходят и в мире, и они должны происходить внутри нашего общества, мы должны сейчас консолидироваться именно вот в этом направлении, потому что у нас внутренняя вот эта политическая повестка, она сейчас находится в очень плохом состоянии, и мы должны эти вещи обсуждать, между собой сейчас приходить к какому-то пониманию. Собственно, для этого я и создал канал о чеченском языке, для того, чтобы мы это обсуждали и какие-то вопросы решали. Субтитры подогнал «Симон»